так ну что ж всем привет всем добрый день доброе утро добрый вечер не знаю кто во сколько смотрит мои видео значит обещанное мое видео сегодня по поводу автоконфиската и участие меня в аукционе значит в аукционе я поучаствовал автомобиль я выиграл купил значит чуть позже об автомобиле сам процесс аукциона расскажу значит что мне повезло не было никого желающих на этот автомобиль я даже догадываюсь почему потому что ну цена я вам так скажу цена допустим для какого-то контр ну для какого-то там ну человека который конкретно занимается перепродажей авто она великоватая да для себя может быть эта цена одну более менее но для перепродажи на ней много не заработаешь на этой машине поэтому скажем желающих именно перекупов особо не было ну так повезло что никого не было то есть я был единственный участник поэтому стоимость машины выросла всего лишь на пять процентов и меня признали автоматически победителем аукциона вот и на сегодняшний день машину я приобрел машина сейчас уже я успел поставить на учет зарегистрировать в гаи оформил все документы без всяких проблем всего по машине чисто там есть справка что она нигде не состоит ни в каких не угонах не в интерполе ничего то есть машина сейчас на белорусском учете то есть это белорусская машина теперь значит там я писал в описании видео там такой мини конкурс но понятно что у меня не столько подписчиков чтобы устраивать какие-то конкурсы просто я предыдущее видео снимал из автомобиля вот который я все-таки купил и спрашивал людей кто нибудь догадался или нет ну вот есть один счастливый очень наблюдательный товарищ вот я даже выписал себе антон муртазин его зовут он там оставил комментарий и собственно говоря он был прав то есть до купил я автомобиль audi это audi а шестая в цепятом кузове 99 год в кузове универсал объем двигателя 2 и 4 бензин на механической коробке передач значит что меня перед тем как показать машину что меня в ней подкупило во первых я ее всю прострелил приборчиком то есть у нее родная краска несмотря на то что это 99 год это первое что меня подкупила в этом авто стекла везде стоят оригинальные нигде ничего не менялось единственное что лобовое стекло не оригинальное то есть везде стоят девятки то есть девяносто девятый год на лобовом стоит пятерка ну скорее всего это 2005 год и скорее всего стоит лейба audi то есть скорее всего она еще менялась на германии там где-то на аудюшном каком-то дилерском центре дальше это первое что меня подкупило да есть там недостатки я вам потом покажу что именно какие недостатки но это все не критично то есть все это устранимо вот машина стояла где-то порядка четырех месяцев поставил аккумулятор она завелась без проблем все работает то есть по машине принципе кроме кузова там никаких других работ я пока не по крайней мере пока я не вижу может что-то вылезет не знаю ну посмотрим то есть буквально я еще владею машиной пару пару часов скажем так дальше теперь что касается а кстати антон муртазин там я писал приз ну я к тебе обращаюсь сейчас приз я не знаю как что тебе что тебе какой приз делать ну самое самое малое что я могу сделать этот подписаться на твой канал на ютубе если он у тебя если у тебя его нету ну подумай создай что-нибудь вот и потом мне сделаешь ссылку я прорекламирую твой канал бесплатно скажем так ну это будет мой подарок за твою наблюдательность за твое внимание и за твой комментарий спасибо тебе большое не знаю откуда ты смотрел видео там смотрят меня по всему снг и европа и америка поэтому большой тебе привет за твою наблюдательность удачи и там свяжись со мной мы обсудим что и как дальше теперь в двух словах по машине я вам расскажу значит машина это была забрана у нашего соседа у нашего соседа я имею ввиду белорусского соседа то есть у поляка то есть на ее забрали за какие-то там нарушения таможенных каких-то там таможенного законодательства вот ну не буду я давать подробности то есть суть в том что сейчас она чистая но второй плюс какой она не видела наших снгшных белорусских там и других дорог то есть машина несмотря на то что ей уже 18 лет она белорусских дорог или дорог снг не видела то есть это говорит о многом потому что я часто езжу в польшу я вижу что дороги там хоть они может и уже но они гораздо ровнее чем у нас это первое второе у них нету таких обработок как у нас у нас вся машина белая зимой там в польше такого нет у них чем-то другим посыпают машиной она не гниет так вот это второе что меня подкупила в этой машине ну а третье что меня подкупила в этой машине сейчас я вам покажу покажу машину снаружи и покажу что меня третья подкупила стоимость я вам скажу в конце видео так что оставайтесь со мной ну вот конце вы узнаете сколько она мне обошлась сейчас я покажу вам что за машину я купил сегодня ну что дорогие мои друзья продолжаем вот у нас уже такая погодка травка уже зелененькая даже где-то кочки почки распускаются плавненько переводим на машину на машину на машину а вот она вот собственно говоря то что я купил стал стал обладателем четырех колец или властелином колец кому как нравится вот такой вот у нее зелененький зелененький цвет как люди многие пишут этот цвет бутылка ну бутылка значит бутылка дальше что какие косяки сразу вот показываю вот видите вот очаг коррозии тут тоже есть очаг коррозии ну как бы это не первое у меня ауди я знаю что это коррозия еще будет долго долго скажем так прогрессировать но лучше ее конечно убрать вот чуть-чуть и на дверях тут есть ну вот то есть с одной стороны на этом крыле чуть меньше но тоже есть ну есть такие мелкие жучки там где-то на дверях вот на задних арках такие совсем незначительные но с большего она вся ровная все зазоры у нее ровные двери открываются закрываются хорошо ну скажем так машина не битая но я так по крайней мере определил ну я конечно не супер там мега спец но определенный опыт у меня есть да и там есть коцки мелкие там на бамперах там на лакокрасочном покрытие но для восемнадцатилетней машины ну я считаю в принципе состояние неплохое что тут есть тут стоит заводской родной ксенон сидение обычный салон обычная тряпка то есть никаких тут никаких тут излишеств ну такая вот отделочка стандартная под кожу значит аудиосистема audi родная которая audi концерт позе это конечно неплохо играет неплохо значит вот тут тоже такая девочка под дерево заднее сиденье ничего тут собственно говоря нового такая вот серенькая отделка ну состояние нормальное почистить тут коврики есть такие оригинальные тоже тряпичные везде тут стеклоподъемники электрические багажник само собой огромный но это тоже плюс потому что я люблю универсалы большинство моих машин были универсалы есть такая сеточка ну шторки нету ну многих машин их нету потому что они дорогие вот а ее функциональность под вопросом если вор захочет он и так залезет тут стоит у нас сабвуфер бозе усилитель здесь такая вот оригинальная коробочка с ключами все это осталось мне от предыдущего владельца сиди сиди ченджер но диски правда такие что называется не mp3 а просто сиди диски ну и конечно основной скажем так плюс почему я все-таки остановился на этой машине я вам сейчас покажу вот открываем вот эту крышечку смотрите ребята это не запаска это газовый баллон литров так я предполагаю на 50 на 60 вот так что эта машина она собственно говоря ездит и на бензине и на газу сейчас я вам открою капот еще покажу что под капотом сейчас минутку велосипедисты у нас уже тренируется он эти сборная брестской области так ну что тут 24 собственно говоря в 6 ничего нового 5 клапанов на цилиндр на что я тут вам могу сказать вот газовая установка четвертого поколения то есть на каждый цилиндр своя форсунка то есть пока еще новее не придумали аккумулятор тут стоит родной ну смысле от прежнего владельца машина завелась на нем поехала вот ну тут все в грязи все в пыли понятно масло вот менялась последний раз год назад на 103 на 231 тысячи если видно как бы масло надо менять понятно сейчас 244 зимни менялись вот тоже бирка на 231 тысячи заботится машина хорошо клима работает ну пока может что-то и вылезет а есть косяк есть косяк сейчас покажу если вы увидите диски видите какие то есть машина стояла суппорта все закисло то есть ну машина тормозит так особенно перед зад почему-то зад почему-то я смотрю так нормально вот уже даже видно если вам видно белый металл то перед то есть так на большой скорости если резко затормозить то немножко так и и начинает болтать то есть возможно надо будет проточить диски и так далее вот ну собственно говоря и все вот такой вот автомобиль audi a6 в кузове c5 или как многие называют там черепашка да вот диски оригинальные ауди ушные на 16 такие диски конечно на любителя ну собственно говоря лучше пускай она будет на дисках чем без диска еще запаска точно такая же на таком же диске литом вот ну собственно говоря пока на этом все если кому-то интересно это видео что я буду дальше с ней делать ну посмотрю пока в планах поездить посмотреть что тут вот может вылезут какие-то косяки по машине все-таки она стояла вот какое-то время без движения пока принципе я считаю нормальный вполне достойный аппарат как для работы для повседневного передвижения да если бы был тут чисто бензин конечно она была бы не такая скажем так интересная потому что расход там порядка 15 литров на бензине ну а на газу газ два раза дешевле почему нет все собственно говоря на этом все ах да цена я обещал значит смотрите цена мне обошлась эта машина там в районе четырех тысяч долларов то есть принципе я свой лимит вписался свой лимит я вписался я хотел там не больше четырех тысяч долларов ну может это и дороговато но в принципе я вам так скажу я посмотрел что в пределах 4 тысяч сейчас продается на нашем белорусском рынке это откровенный хлам подшаманенный причёсанный прилизанный ну вот это все-таки машина продажи не готовилась то есть вот все косяки которые если они видны и скажем так дальше уже хозяин сам будет думать что и как не делать все дорогие мои на этом я заканчиваю всем большой респект всем большое спасибо кто оставляет комментарии смотрит мои видео пожалуйста если есть какие-то вопросы задавайте пишите всем большое спасибо и оставайтесь на моем канале с вами был просто дима всем пока